это у нас опорный ролик а это натяжной ролик он у нас взведен чеку мы выдернем потом так сейчас я опущу автомобиль шкив у нас ремня грм звездочка должна стоять в среднем положении после того как мы установим ремень вот так она должна посередине быть сразу устанавливаю и наживлю натяжной ролик приводного ремня вот у нас направляющая вот под нее отверстие вставляем направляющую в отверстие и наживляем затягиваю с усилием 45 ньютонов метров я хотел показать еще как правильно натяжной ролик установить вот если внимательно на него посмотреть вот он штифт управляющий он прямоугольное отверстие встает в этом положении ставим его ролик я наживил но он сейчас у нас в взведенном состоянии для установки ремня этот ролик тоже наживлен метки стоят можно накидывать ремень и выдергивать фиксатор с натяжного ролика пробуем накидываю сначала на распредвал обвожу натяжной ролик натяжной ролик обвожу просто чтобы он у нас с той стороны правильно стоял а устанавливается он по ходу движения вперед на опорный ролик теперь после перенвала надеваем на помпу и заводим натяжной ролик поправляем установлен ну вот теперь можно выдернуть фиксатор фиксатор выдернул беру шестигранник и натягиваю ролик максимально шестигранник на 6 вставляю его в паз вставляю его в паз натягиваю его максимально вот видно он у меня смотрит вперед теперь подтягиваю гайку все ремень я натянул теперь беру наживляю шкив приводного ремня так вот разрез у меня шпонка по разрезу не по центру она у меня немножко смещена но по-другому ее сейчас пока и не выставишь мы еще покрутим сейчас 10 оборотов сделаем и потом мы уже ее еще скорректируем потому что мы сейчас будем перепроверять метки наживляю болт наживляю болт наживляю болт так вот подтянул маленько ну а теперь мы выдергиваем штифты выдергиваем штифт коленвала фиксации и штифт фиксации распредвала так выдергиваю я штифт фиксации распредвала и выдергиваю я штифт фиксации коленвала все я его отвел выдергивать полностью не стал от маховика я его отвел теперь я проворачиваю 10 раз по ходу движения коленвал все провернул я провернул даже не 10 раз а раз наверно 15-16 выставляем находим отверстие и выставляем штифты ставим штифт распредвала я вот его поставил и ставим штифт коленвала задвинуть надо сейчас все вот видно штифт вошел в маховик это говорит о том что у нас все метки стоят отлично а сейчас мы берем ослабляем натяжной ролик и возвращаем его по часовой стрелке взводим вон между ремнем у нас скажем так мишень по этой мишени лучше всего это делать снизу сейчас приподниму ну все вот он шестигранник у нас который помогает нам натягивать ослаблять вот у нас мишень со стрелкой я вывел посередине зафиксировал гайка натяжного ролика ГРМ затягивается 25 нм сейчас опускаю еще проверю динамо и следующее мое действие я выдергиваю штифт фиксации распредвала и фиксации коленвала два оборота проворачиваю и смотрю как у меня стоят вот эти метки именно стрелка по натяжителю если стоит все нормально я оставляю и снимаю шкив если нет тогда он придется крутить выдергиваю проворачиваю но это уже показывать не буду я провернул опять же не два оборота там гораздо больше получилось почему больше пока метки ловил чтобы выставить зафиксировать получается приходится больше крутить чтобы отверстие в маховике поймать распредвал то сразу ловится ослабил болт выкручиваю его снимаю снимаю магнитное кольцо и смотрю у меня все равно получается чуть-чуть относительно отверстия коленвал смещен но при этом распредвал стоит по фиксации и коленвал стоит по фиксации все ставлю нижнюю часть крышки и наживляю болты три болта а четвертый болт у нас крепится в кронштейн верхний поэтому сейчас его наживить просто пока некуда пока не установим кронштейн все крышка у нас стоит нижняя крышка подтягивается 6 ньютонометров верхняя 7 ньютонометров почему такая разница не знаю так написано сейчас пока ее от руки выставил динамо 6 ньютон хотя это в принципе баловство можно и самому поставить эту работу Ning Vote To 6 все крышка закрыта ставим на место считывающий диск магнитный не ставим на место шкив на болт наношу маленько резьбового герметика и закручиваю но единственное подтягиваю но не затягивая затяну его когда поставлю фиксатор маховика подтягивается он в два этапа подтянул но не затянул опускаю автомобиль установил я фиксатор маховика зафиксировал его а теперь можно затягивать шкив сначала мы ставим 70 ньютонов метров вот я выставил так 70 затянул а теперь мы его прокручиваем на 82 градуса надо для этого дела угломер купить все шкив я затянул снимаю фиксатор коленвала ну и заодно сразу возьму намажу герметиками приклеив сюда на место вот это резиновый демпфер обезжиривателем обезжирил нанес герметику таким слоем черный и и теперь его беру аккуратненько вставляю на место пока собираю остальное он приклеится даже на нем написано ландроувер так ну все иду снимаю фиксатор коленвала фиксатор коленвала снял перепроверяю 25 ньютона метров поставил все нормально 25 ньютон и ставлю кронштейн подушки закручиваем болты подушки которые на ключ 16 я подтянул и нижние и верхние 80 ньютон метров болт который вот разрезной под ешку е14 который у нас идет на ободвой опорный ролик он подтягивается 45 ньютон метров здесь немножко неудобно ключом подлазить динамо но тем не менее подлез и вот заключительный штрих теперь ставлю болт крепления крышки последний и можно будет накинуть приводной ремень беру новый приводной ремень номер лр 0 6 2 0 71 и устанавливаю его по шкивам ремень нормально по ручейкам стоит беру головку на 15 и выдергиваю фиксатор вот и все приводной ремень установлен теперь опускаю автомобиль ставлю верхнюю крышку и устанавливаю подушку устанавливаю на место крышку нажавляю и прикручиваю воздухозаборник крышку прикрутил прикручиваю воздухозаборник прикручиваю воздухозаборник поддомкрачиваю и ставлю подушку поддомкрачиваю и ставлю подушку вареном домашних петель вода вода вареном и уходу вареном вареном длину вареном беталя болты эти посмотрелся не ошибаюсь 80 ньютон пирога Смотрите продолжение в следующей серии. Двигатель приподнял. Все болты идут от руки. Подтягиваю их. Все остается, нам только поставить вот эту подушку. Затягиваю и ставлю на место маслоотделитель. Но я его еще сниму и промою. Машина пробежала 5000. Вот за 5000 сколько масла. Смотрите продолжение в следующей серии. На рыбаке это необходимая штука. Слив и устанавливаю на место. Люди в комментариях пишут, что колхоз помогает лишнему маслу не попадать в двигатель. Затягиваю это крепление и опускаю домкрат. Пробочку пока закрою, антифриз буду заливать, чтобы не пылилось. Это у нас здесь что-то машины разъездились. Устанавливаю на место стартер. Но перед тем, как установить стартер, сначала надо поставить пластиковый пыльник, который закрывает вокруг стартера, а потом поставить здесь экран поролоновый. Опять же, как это сделать, поставить и показать неудобно. Поэтому ставлю без камеры. Стартер я установил, прикрутил его, осталось только поставить провод массы и хочу показать вот с этой стороны, если посмотреть, вот он болтик. Сейчас попробую показать, если не хочет сильно наводиться. Вот с этой спереди накидным ключом, изогнутым, я одеваю его на болт-шпильку и подтягиваю. Вот он хорошо встает и подтягивается. И так же этот болт отсюда тоже я подтянул. А теперь уже могу одевать провод и прикручивать. Стартер установил, прикрутил. Теперь одеваю на место патрубок на дроссель. И можно будет сверху закрыть крышку, воздуховод поставить корпусом в воздушном фильтре и попробовать запустить автомобиль. Ставлю крышку. Ставлю в воздуховод. И ставлю корпус воздушного фильтра. Ставлю. 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 А, блядь. Сiete. Ставлю. Ставлю. Продолжение следует... Антифриз я пока не заливаю, ставлю клемму и запускаю двигатель. Продолжение следует... Вот и все. Сильно ему работать не даю. Глушу, заливаю антифриз и проверяю. Воздухозаборник, фильтр, крышку. Одеваю дефлекторы, заливаю антифриз. И на этом замену ремня ГРМ и приводного ремня я закончил. Всего вам доброго! Продолжение следует...